Сегодня глава республики провел ряд рабочих встреч на повестке дня «Межнациональная политика и перспективные проекты в сфере промышленности». Подробности в следующем материале. Члены Совета по межнациональным отношениям изучили детально, как в республике сохраняют самобытную культуру. Гости говорят, что опыт региона необходимо перенимать. В Чувашии создана Ассамблея народов, а в ноябре откроется и Дом дружбы. Здесь есть система работы. Спасибо, что вы ее поддерживаете, развиваете. Есть опыт, механизмы работы и есть чему поучиться. Процессы глобализации в определенной степени, конечно, негативно влияют. Что-то мы потеряли, может быть. Вот наша задача, я с первых дней работы говорил, только укреплять и ничего не терять. Межнациональная политика освещается широко и в местных СМИ. У журналистов республики есть чему поучиться, отмечают члены Совета. Они предложили организовать этноэкспедицию в республику для пишущей братья со всей страны. Очень сильные очерки у местных журналистов. Это вообще исчезающий жанр. Такой исчезающий жанр. Но вот даже Лена Зайцева из советской Чувашии, это просто блестящие очерки. А мы хотели пообщаться, да? Это наш руководитель отделения Чебоксары. У нас в Чувашии единственный регион, где у нас созданы как бы две ячейки какие-то. Одна в Канаше, другая здесь в Чебоксарах. И очень активно они участвуют в наших мероприятиях. Сегодня же глава региона встретился с генеральным директором Арзамасского приборостроительного завода. Нижегородское предприятие ищет новых партнеров республики. Ресурсы сбережения, строгий учет и контроль за этими ресурсами – это то, в чем мы кое-что понимаем и делаем. Как раз вот приборы, обеспечивающие Нижний Новгород на водосчетчиках и теплощетчиках наших. На Арзамасском заводе производят и инновационные водосчетчики, которые способны снимать показания в удаленном режиме. Такие приборы в перспективе намерены закупать и местные коммунальщики. Предприятие также проявляет интерес к электрокластеру республики. Мы создаем новые продукты высокотехнологичного производства, где уровень зарплаты позволяет на сегодняшний день полтора-два в отдельных предприятиях в три раза больше. Этих предприятий, конечно, мало на сегодняшний день, мы это признаем. Но в перспективе, вот крен мы на этот сделали, его чем правильно, рынок-то регулирует он сам по себе. Предприятия промышленности республики Чувашия всегда были на острие самых таких эффективных изменений и всегда двигаются в таком актуальном направлении. Олег Лавричев отмечает, что взаимодействие предприятий регионов может дать новый импульс для роста экономики. Совместные проекты будут реализованы в ближайшие годы. Стороны в этом заинтересованы. Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин и Александр Петров. Республика.